Здравствуй, дорогой дружок! Сегодня я расскажу тебе сказку. Как дружили кошка и мышка. Познакомилась кошка с мышкой. И столько наговорила о великой к ней любви и дружбе. Мышка наконец согласилась жить с ней вместе в одном доме и совместно вести хозяйство. Но на зиму нам нужно сделать запасы, а иначе придется голодать, сказала кошка. Мышка, тебе, мышка, нельзя повсюду разгуливать. Чего доброго и в ловушку ко мне попадешься. Последовали они доброму кошкиному совету и еще горшочек с жиром прикупили. Только вот не могли решить, куда бы его поставить. Наконец, после долгих раздумий, кошка им сказала. Я не знаю ни одного места, кроме церкви, куда лучше всего можно было бы отнести горшочек. Уж оттуда-то его никто не унесет. Мы спрячем его под алтарем и не тронем до тех пор, пока он нам не понадобится. И вот спрятали они горшочек в надежном месте. Но прошло совсем немного времени и охватило кошку непреодолимое желание добраться до лакомства. Говорит она мышке. Вот что, хочу ей тебе, мышка, сказать. Пригласила меня кузина на крестины. Родился у нее сыночек, беленький, с бурыми пятнышками. Так что надо мне его крестить. Позволь мне сегодня уйти. И одна оставайся и присматривай за домом. — Да-да, — ответила мышка. — Ступай. Если попадется что-нибудь вкусное из еды, вспомни обо мне. С удовольствием выпила бы капельку сладенького красного вина. Но все это оказалось неправдой. Не было у кошки никакой кузины. И никто не приглашал ее ни на какие крестины. Побежала она прямиком в церковь. Подкралась в горшочку с жиром и слизала верхний слой. Потом прогулялась по городским крышам. Растянулась на солнышке. И, облизывая усы, вспоминала про горшочек. Как только наступил вечер, вернулась она домой. — Ну, вот ты и снова здесь, — говорит мышка. — Видно, весело ты провела день. — Ничего, — ответила кошка. — А каким же именем нарекли дитя? — Верхушечкой, — сухо отозвалась кошка. — Верхушечкой? — скричала мышь. — Какое дивное имя! — Неужели оно принято в вашем кошачьем семействе? — Ну и что с того? — ответила кошка. — Оно не хуже, чем какой-нибудь воришка хлебных крошек. — Как зовутся твои крестники? Вскоре кошка снова захотела жирком полакомиться. И говорит она мышке. — Должна ты мне оказать любезность. И еще раз за домашним хозяйством одной приглядеть. Второй раз меня на крестины пригласили. И теперь у дитя белый воротничок вокруг шейки. Так что не могла я отказаться. Добрая мышка согласилась. А кошка пробралась за городскую стену к церкви и съела половину жира в горшочке. — Вкуснее всего, — сказала она, — когда ешь в одиночку. И была совершенно довольна собой в этот день. Когда же вернулась она домой, Мышь спросила. — И как теперь назвали малыша? — Половинкою, — ответила кошка. — Половинкою? Что ты такое говоришь? В жизни не слыхала подобного имени. Готова поспорить, что в календаре такого не значится. Очень скоро стала кошка облизываться и снова вспоминать о заветном лакомстве. — Все хорошее происходит трижды, — сказала она мышке. — Снова быть мне крестной матерью. Ребеночек совсем черненький. Лапки у него беленькие и больше нет ни одного белого волоска. И случается такое только раз в два года. — Разреши, мышка, мне сходить. — Верхушечка, половинка, — ответила мышь. — Чудные имена. От таких призадумаешься. — Вот сидишь ты дома в своей темно-серой одежонке, — с длинной косичкой, — сказала кошка. — И вмелишь от хандры всякую чушь. А такое происходит, когда днем из дома никогда не выходишь. В отсутствие кошки мышь сделала уборку, привела дом в порядок, а тем временем любительница лакомств вылизывала из горшка последний жир. — Только когда все съедено, только тогда можно успокоиться, — сказала кошка самой себе. И только ночью объявилась дома, сытая и довольная. Мышь тотчас спросила ее об имени, которым третьего котенка назвали. — Да, пожалуй, оно тебе тоже не понравится, — ответила кошка. — Назвали его Остаточком. — Остаточком? — скричала мышь. — Что бы это значило? — Покачала она головой, свернулась в клубочек и влеглась спать. С тех пор никто не звал кошку на Кристины, но когда наступила зима и на улице уже мало чем можно было поживиться, Вспомнила мышь о припасах и говорит. — Пойдем, кошечка, к нашему горшочечку с жиром, который спрятали мы. — Да полакомимся немножко. — Да уж, — ответила кошка, — полакомишься ты, ежели язык из окошка высунешь. Отправились они в путь, а когда пришли к месту, то стоял там их горшочек, но был он совершенно пуст. — Ах, — сказала мышь, — вот теперь-то вижу, что случилось, все мне стало ясно. — Верная же ты мне оказалась подругой, все съела, а сама клялась, что на Кристины ходила. — Сначала верхушечка, потом половинка, а потом, да замолчишь ты, наконец, — крикнула кошечка. — Еще хоть одно слово, и тогда я тебя съем. — Остаточек, — вертелась у бедной мышки на языке, и когда сорвалась, прыгнула к ней кошка, схватила и проглотила. — Спокойной ночи, милое создание, хороших тебе снов, да в скорой встрече твой старый сказочник.